Дамы и господа, мы продолжаем нашу работу. Следующая сессия называется «Высшее образование и гонки. Организационные элементы цифровой трансформации в кольжах и университетах». Приветствуем нашего докладчика. Это директор и директор по цифровым технологиям университета Сан-Томаса США Эда Кларка. В конце этой сессии у нас предполагается время на вопросы и ответы. И сейчас я передаю слово господину Кларку. Спасибо большое. Здорово. Меня действительно зовут Эд Кларк. И я являюсь вице-президентом и директором по информационным технологиям и цифровым технологиям университета Сан-Томаса в Миннеаполисе в Индиане США. У нас есть еще кампус в Италии, около 10 тысяч студентов. У нас примерно 5 тысяч студентов в бакалавриате и еще 5 тысяч студентов на следующих более высоких ступенях обучения Сан-Томас. Многое менялось в последнее время. И мне сегодня хочется рассказать вам об этом опыте на примерах, которые проиллюстрируют, каким образом эти изменения реализуются через цифровую трансформацию. В 2015 году я пришел на работу в Сан-Томас, и я занимался обычными вещами для ИТ-директора, то есть внедрением всевозможных информационных технологий, организации инфраструктуры, внедрением приложений, технической поддержкой и так далее. Прошло 4 года, и сейчас изменилось название моей должности и моя должностная инструкция. Я являюсь ИТ-директором по инновационным сервисам и технологиям. Я поддерживаю постоянное образование, все программы постоянного образования в университете и сам учусь. Так что очень многое за 4 года для меня изменилось. Университет тоже менялся, и мне хочется об этом вам сегодня подробнее рассказать. В рамках сегодняшнего выступления я дам определение цифровой трансформации, люди очень много об этом говорят, но они часто понимают, о чем, собственно, говорят. И потом я расскажу две истории, которые, возможно, покажутся вам не связаны друг с другом. Я расскажу про университет Южного Нью-Хемпшира, это очень интересный кейс в Соединенных Штатах, а потом мы поговорим о автомобильных гонках Формулы-1, Гран-при Формулы-1. И на завершение мы постараемся с вами подвести итог, извлечь уроки какие-то из этих историй и, возможно, сделать какие-то выводы для себя, для реализации целей ваших университетов. Вот такую задачу я поставил для себя на сегодня. Мы все говорим про цифровую трансформацию, это уже превратилось в калише, очень модное словечко, очень часто я даже отказываюсь его произносить, потому что оно для меня потеряло уже со временем всякий смысл. Если сейчас придете к поставщикам решений, технологических решений, они вам скажут, купите наш продукт и с его помощью приведете цифровую трансформацию в своей компании. Salesforce, любая организация, любой вендор, они продают вам цифровую трансформацию. Действительно ли вы можете что-то купить и на основе этого продукта трансформировать в университет? Нет, мне кажется, нет, так это не работает. Мое определение. Другое. Мы выполним ожидания, цифровые ожидания у 21 века за счет того, что мы изменим предложение, которое делает миру наш университет или наша организация. Цифровые ожидания. У нас у всех есть мобильные телефоны, правда. Мы вызываем Uber, мы заказываем какую-то услугу, мы ожидаем, что эти вещи произойдут определенным образом не так, как они происходили 10 лет назад. Это то, что называется цифровыми ожиданиями, то, как мы работаем в интернете и так далее. Соответственно, это не может не влиять на вашу бизнес-модель и образовательную модель. Соответственно, если вы чувствуете это влияние, вот тогда мы можем говорить о какой-то цифровой трансформации в вашей организации. Университет Нью-Гемшира. Может быть, вы даже не слышали про него. Это такая интересная история. Южного Нью-Гемшира, точнее даже. Это очень интересная история цифровой трансформации. В 2003 году в университет пришел новый президент. Университеты дела шли не очень хорошо. В США, вы знаете, некоторые университеты могут обанкротиться и прекратить существовать. Есть такая вероятность. В 2003 году университет Южного Нью-Гемшира находился как раз на грани. У них было 2800 студентов. Не было эндаумента, не было никаких взносов на развитие университета. И бюджет у них был просто сведен на грани. Они просто выходили в ноль. Потом 2009 год, плохое время. 2008-2009 год, кризис финансовый. И если в 2003 году они находились на грани, то вот в 2009 году в университет учились уже только 2000 студентов. И у них все было ужасно. У нас финансово все было ужасно. У них постоянно падал набор студентов. Никто не знал про этот университет. Ужасно все было. 2019 год. В университете учатся 135 тысяч студентов. Это крупнейший университет в США за 10 лет. 97% студентов учатся в этом университете через интернет. Это серьезные изменения всего за 10 лет. То есть люди практически обанкротились. Потом через 10 лет превратились в крупнейший университет в США. Удивительный кейс и очень убедительный. К 2025 году их президент говорит, что в университете должно быть больше 300 тысяч студентов. То есть через 5 лет. То есть они и так уже самый большой университет в США. Но они намерены удвоить количество своих студентов. Невероятная трансформация. Это их президент, Пол Лебланк. Он был профессором английского языка и литературы. Он пришел на должность президента в 2003 году. Вот в тот, ну такой, так себе год. Удивительная личность. Профессор английского языка и литературы. Создал многомиллиардный университет будущего. Не было никакого эндаумента. Сегодня это один из богатейших вузов США. Но, естественно, один в поле не воин. А мы постоянно говорим о великих лидерах и считаем, что любое достижение – это их заслуга. Но помните, 2003-2009 год. Вот за эти 6 лет университет уже просто стоял на грани банкротства. Что сделал президент? Он нанял Клейтона Кристенсона, вот этого человека. Это один из ведущих ученых в сфере инноваций. Не только в США, но и в мире. Он написал, например, 20 книг про инновации. В том числе инновации в университетах. Клейтона Кристенсона пригласили в управляющий совет университета. И он сказал, ну, отлично, вы должны вложить сейчас все свои деньги в переход в интернет. Не в очное обучение, а в заочное, ну, как заочное, интернет-обучение. Собственно, Клейтон как раз стал этим локомотивом развития, онлайн-развития университета Южного Нью-Хемпшира. И вы видите, как менялся университет год за годом. В 2012 году Fast Company, это очень популярный бизнес-журнал в Соединенных Штатах, назвал этот университет одним из самых инновационных университетов и организаций в мире. Так что это серьезный скачок вперед с 2009 по 2012 год. В 2012 году их назвали, авторитетный журнал их назвал одной из самых инновационных организаций в мире. В 2013 году журнал The Chronicle of Higher Education сказал, что этот университет один из лучших колледжей в плане работы, как работодатель. И в этом году US News and World Report поставил этот университет на первое место в рейтинге самых инновационных вузов страны. Качественный скачок, качественные изменения. А теперь вторая история. Потом вы поймете, в чем связь между этими двумя историями, потому что поначалу, может быть, вам покажется, что это вообще не имеет ни к чему никакого отношения. 2011 год, Формула-1, Канадский Гран-при. В России тоже есть трасса. Эта трасса, как вы видите, очень извилистая. Почему мне нравится эта метафора? Потому что она работает очень хорошо, даже если вы не разбираетесь в автомобильных гонках. Трек, трасса – это путь, по которому идут университеты. В их эволюции им нужно преодолеть возможные препятствия, им нужно пройти по очень сложной траектории для того, чтобы добраться до финиша. При этом трек меняется просто под колесами машины. Вы едете, он начинает идти в другую сторону. Если спросить у человека, каким должен быть пилот Формула-1, но он должен быть, наверное, вы скажете, бесстрашным, готовым идти на риск, очень техничным, очень быстрым. Безусловно, это все, что мы можем сказать, конечно, про пилота Формула-1. А есть еще команда, которая поддерживает своего пилота в ходе гонки. И вот эта команда техников, она должна быть, наверное, хорошо обученной. Они должны понимать друг друга с полуслова. Они должны специализироваться каждый на своей работе. Они должны уметь делать свою работу очень быстро и очень качественно. И дальше машина. Какой должна быть машина? Быстрый, надежный, устойчивый, безносостойкий, я не знаю. И вот это все, безусловно. Конечно, вот все это отличная метафора того, что требуется вашим организациям, вашим учреждениям в контексте изменений. Если вы не знакомы с машинами Формула-1, вот так выглядит болид Формула-1. Как вы видите, эти машины, эти болиды, они движутся с невероятной скоростью. Они очень специализированы. Они выполняют конкретную одну эту задачу. И инженери, которые вот в них заложены, она совершенно на другом уровне находится. Вот здесь написано, что перегрузки у пилота иногда выше, чем на космическом шаттле. Это Бугатти в данном случае. Эти машины, когда они проезжают в повороты, там перегрузки могут быть в 6,5 G. Так что это совершенно невероятное состояние. И еще есть огромная команда, которая в течение гонки обслуживает пилота и его болид. 2011 год, Канадский Гран-при. Знаете, что было интересно? Вот этот человек слева, Дженсен Баттен, он британский гонщик. Он попал два раза в аварию на тот момент. У него отвалилось правое крыло автомобиля. И потом он пытался как-то добраться до точки обслуживания, до пилотестопа. Идет дождь, вышло на трассу машины безопасности. Его штрафовали, Баттена штрафовали два раза за то, что он слишком близко подъезжал к машине безопасности. И на сороковом круге, остался 21 круг, на сороковом круге он очень далеко едет у нас в отстающих. На тот момент времени чемпион мира, тогдашний Себастьян Феттель, ехал на первом месте. Из-за его аварий и из-за всех остальных ограничений ему пришлось больше, чем в два раза, чем остальным заезжать на пилотестоп. То есть обычно другие машины заезжают два-три раза на пилотестоп в ходе гонки, он заезжал уже шесть раз. То есть команда шла на определенные риски. И к 69-му кругу Джейсон Баттен ехал на втором месте за Себастьяном Феттелем. И он обогнал Феттеля, он выиграл эту гонку. Несмотря на то, что половину гонки он держался на последнем месте. Это произошло благодаря усилиям всей команды. Они собрались, сплотились. Он останавливался чаще всем остальные. Он заезжал на пилотестоп чаще всем остальные. И все равно он каким-то чудом выиграл эту гонку. Что это за чудо? Ну потому что он объехал 21 гонщика. Они же тоже хотели доехать до финиша первыми, правильно? Они же тоже не сдались. Но его команда сказала ему сменить резину. Помните, я говорю, шел дождь, и трасса была мокрой. Поэтому ему в правильный момент команда посоветовала пойти на риск, найти сухое место на трассе, поменять резину, и ехать по этому сухому месту. Не по мокрой трассе, которая была большей частью трассы. Ему велели ехать по опочине, которая уже подсохла на сухой резине. Соответственно, как связаны эти истории? В цифровой трансформации ощущение срочности. Это то, что вам обязательно нужно иметь. Когда вам нечего терять, знаете, вы едете на последнем месте. Нью-Гемшир, этот университет. Либо они обанкротились, либо они могли бы попробовать что-нибудь невероятное. Дженсен Баттон тоже ехал на последнем месте. Ему нечего было терять, в принципе. Я надеюсь, что ваши вузы не стоят на грани банкротства, и вам ничего не грозит в таком плане. Но у вас должно быть ощущение срочности. Вы должны четко себя понимать, зачем вам нужна эта трансформация. Что ваша команда, что ваши администраторы, ваш профессорский преподавательский состав, что они тоже разделяют эту точку зрения, они тоже осознают важность этих изменений. Президент Леблан, он был пилотом университета Южного Нью-Гемшира, но у него была команда. Клейден Кристенсен поддерживал президента Лебланка. У него был совет, у него был профессорский преподавательский состав. Они все сказали, да, мы никуда не уйдем, мы будем с вами до последнего. Университету нужно было долго и стойко держаться, понимаете. Они практически несколько лет находились на грани, и потом только они расцвели. То есть несколько лет нужно было обладать крепкими нервами, для того, чтобы не сдаться и не прекратить эти усилия. Чувство срочности. Если вы объявляете цифровую трансформацию, это очень серьезно. Вы действительно намерены преобразовать свой вуз. Соответственно, например, у вас есть коллеги, которые постоянно говорят о том, что это невозможно, это не нужно. Они не объясняют, почему. Они не думают о том, как можно что-то невероятное реализовать. То есть это признак того, что у вас нет этого ощущения срочности. Поэтому если люди вам в ответ на объявление о цифровой трансформации говорят, да ну, зачем, кому это надо, это значит, что они не понимают, зачем это надо. Кто-то из ваших коллег может сказать, что в принципе цель не ясна. И не ясно, зачем это. Что делать? Что делать, если вы не находитесь в такой поддержке? Вы должны объяснять, без устали объяснять. Вы должны объяснять, разъяснять, вот что мы должны сделать и вот почему. Организационные изменения требуют намного больше прозрачности, чем то, к чему мы чаще всего привыкли. Вы должны объяснять, почему, и тогда люди к вам прислушиваются, они вас услышат и поймут, и присоединятся к вам. И если вы людям скажете, что мы через 10 лет хотим оказаться вот в этой точке, но меняться нужно начинать сейчас, и путь будет вот таким. Вот таким образом вы сможете создать это ощущение срочности. Важны сроки, конкретные сроки. Это очень важно объявить о сроках. И гонки – это отличная метафора, опять же. Смотрите, финишная у нас прямая, вот она. Уже через 7 кругов у нас наступит финиш, еще 7 кругов осталось проехать. Ясность цели. Понятно, что было чувство срочности в университете Южного Нью-Гемшира. Если бы они сейчас не начали как-то двигаться, от них бы ничего не осталось. Но должны… Должна быть еще и ясность цели. Вы должны видеть этот финиш. Вы должны понимать, к чему это все, к чему мы стремимся, как выглядит это блестящее будущее. Очень часто в проектах цифровой трансформации эта цель не сформулирована достаточно четко. Я не знаю, есть ли такие или подобные инициативы в ваших университетах, но у нас в университете Сент-Томас мы сами с трудом формулировали эту ясную цель. По каким признакам вы поймете, что что-то не так? Это значит, сотрудники безинициативные, они не понимают, в чем стоят миссии вашей организации, в чем высокая цель, к которой мы стремимся, и задают соответствующий вопрос или отпускают соответствующий комментарий. И иногда люди говорят, а для кого мы стараемся, для кого мы это все... Вот в Сент-Томас у нас 8 школ, факультетов, колледжей, и у нас очень долго шел разговор о том, о каких студентов мы хотим привлечь и с помощью какой миссии. Какие студенты откликнутся на какую нашу миссию. Соответственно, если нет этих дискуссий, это означает, что и цель не ясна, если нет ответов на эти вопросы. И что дальше с этим делать? Ну, что делать? Ваша команда, все сотрудники должны понимать вашу цель так же хорошо, как ее понимают руководители. Проводите общее собрание, проводите конференции трудового коллектива. И в лучшем сценарии ваши коллеги станут той самой командой на пидстопе, которая помогла Дженсену Баттену выиграть гонку. Потому что если каждый человек, работающий в университете, почувствует эту цель, он возьмет на себя ответственность за достижение этой цели. Он будет вкладываться и, знаете что, каждому разрешено комментировать процесс и каждому разрешено делать предложение относительно того, как этот процесс улучшить. Вот тогда вы пойдете быстрее. И еще один важный момент. Двигайтесь постепенно. Маленькими шагами. В цифровой трансформации маленькие шаги очень-очень важны. И важно показать маленькие победы вашим коллегам. 10 лет на примере университета кажется очень долго. Но на самом деле первое, что сделал университет, они перевели свои курсы в интернет. И они увидели, что там они начинают приобретать новых студентов, в основном взрослых студентов, у которых не было другого способа получить образование, кроме как записаться на онлайн-курс. После того, как они поняли, что их целевая аудитория это работающие взрослые, которые хотят получить высшее образование, они начали думать о том, как адаптировать форматы своих курсов и собственные курсы к целям, к потребностям этой целевой аудитории. Потом они перешли уже к машинному обучению, который выискивал дополнительные какие-то закономерности среди характеристик целевой аудитории и так далее, и так далее. Они также опробировали несколько моделей оплаты обучения. Если вы заплатите 2000 долларов, за 6 месяцев вы можете пройти столько курсов, сколько в вас влезет. Вот такая была модель, попробована. Это достаточно новая модель для Соединенных Штатов, немногие пользуются. Они смогли это себе позволить, потому что они очень большие. И они все равно зарабатывают достаточно. То есть их маржа, хоть и маленькая, но на масштабе они все равно зарабатывают. И методология Gile отлично подходит. Gile предполагает постоянные итерации и небольшой прогресс, такими маленькими и приростными шагами. В Сент-Томас мы недавно переделали наш учебный план для бакалавриата. Мы собрали всех сотрудников и сказали, нам нужно переделать наш учебный план для бакалавриата. Три года у нас ушло на все про все. Но мы смогли сократить количество кредитов для получения степени бакалавриата. И сейчас на два курса нужно меньше взять для того, чтобы получить диплом. И это была большая цель, которая людей не могла сильно увлечь. однако мы работали в маленьких командах и если у людей что-то не получилось, они могли, поскольку команда маленькая, договориться друг с другом, что еще попробовать переделать по-другому что-то сделать. В большой группе очень трудно поддерживать энтузиазм. Это понятно. Это не требует доказательств. После того, как мы переделали учебный план, я не знаю, как это устроено в России, но в Соединенных Штатах что происходит обычно. Если у вас не удалось переделать учебный план, тогда должен вице-президент про ВОСТ вмешаться и своим единоличным решением что-то там как-то Гурдив узел разрубить. Вот ошибка не должна остановить процесс и нужно дать людям возможность провести столько это раз и сколько нужно, чтобы добиться успеха. Цифровая трансформация это просто несколько цифровых целей, достигнутых последовательно. Так же, как это делал университет Южного Нью-Гемпшира. Одна победа за другой. Маленькая победа, но в итоге выиграна война. Вы можете попробовать разные бизнес-модели или разные модели ценообразования. Вы можете попробовать разные подходы. Так, я рассказал вам две истории и дальше вместе с вами мне хотелось бы обсудить ваши собственные цифровые, ну, то, что называется амбиции или цели. Как вы с ними работаете? Может быть, вы слышали про организацию под названием Гартнер, они составляют возможные рейтинги и проводят аналитику. Вот эта схема показывает, как с точки зрения Гартнер должна выглядеть технологическая платформа цифрового бизнеса. Вот какие компоненты здесь присутствуют. Во-первых, у вас должны быть цифровые цели, прежде чем вы займетесь полномасштабной трансформацией. слева у вас должен быть клиентский опыт, так называемый, customer experience. У нас есть специалисты по этому вопросу, все наши студенты для нас это клиенты, и поэтому у нас есть люди, которые следят за тем, чтобы у студентов все было прекрасно. У нас есть консультанты по клиентскому опыту, и они общаются с нашими студентами по широкам кругу вопросов, например, как понравилось студентам регистрироваться на курсы, как понравилось студентам в той или другой столовой на кампусе и так далее и тому подобное. Вот здесь вот видите написано, мы предоставим лучший цифровой онлайн опыт для нашего сообщества студентов. Как у нас со временем все хорошо? Отлично. Тогда я продолжаю. Справа наверху у нас партнерство, идея такая, мы должны создать бизнес-экосистему, которая позволит нам приобретать новые способности, то есть стратегические партнерства для создания новых возможностей на территории колледжа. Вы можете привлекать бизнес-партнеров, другие колледжи, университеты, вовлекать их в свою экосистему. Ваши студенты могут стать тоже поставщиками каких-то новых решений для вашего университета. умные технологии. Мы используем отзывчивые технологии, которые создают ценности в взаимоотношениях с ними, то есть это все, что касается общения, коммуникации, связности и так далее. И последний элемент это базовая IT, то есть ваша инфраструктура должна быть надежной, бесперебойной, все должно функционировать, все должно работать гибко и хорошо. Понятно, что все эти виды деятельности будут создавать новые объемы данных, которые в свою очередь можно использовать для того, чтобы определять будущее вашей организации. Что вам нужно в каждой из этих областей? Каждая из этих областей предполагает наличие технологий и определенных навыков для управления организацией, поэтому вашей первой задачей должно быть создание такой платформы. Мы в Сан-Томасе сделали такую платформу, разработали для себя и в частности мы начали трансформацию коллеги до меня здесь присутствовали и я готов согласиться с отдельными вещами, которые они говорили. Действительно, старые методы преподавания сейчас очень быстро устаревают, выходят из моды, когда вы прослушали у нас столько-то курсов, вот ваш диплом, спасибо большое, через несколько лет мы вам позвоним, попросим вас поддержать финансово вашу матер, это такой стандартный американский вариант. Но сейчас это перестает работать, потому что технологии развиваются настолько быстро, появляются новые профессии и занятия, которых год назад еще не было, и мы знаем, что людям придется возвращаться в вузы, в какие-то школы в течение всей их жизни и приобретать новые навыки постоянно, поэтому этот переход на постоянное непрерывное обучение это часть нашей текущей бизнес-модели в Сан-Томосе, мы стараемся собрать вокруг себя сообщество успешных людей, мы хотим, чтобы наши студенты к нам возвращались в будущем, делились своими новыми навыками с текущими студентами, мы сейчас это организуем в цифровом формате, мы хотим, чтобы в течение всей жизни наши студенты, они не были бы бывшими студентами, они бы оставались всегда студентами нашего вуза, мы также являемся партнерами для школ в штате, и поскольку мы так сильно продвинули свою онлайн инфраструктуру, что мы становимся уже такой частью инфраструктуры штата, если хотите, образовательной инфраструктуры, и очень часто школа, средняя школа, да, у них просто нет возможностей таких онлайн возможностей, инфраструктурных возможностей, которые есть у нас, и мы делимся своими ресурсами с ними. Ну и подводя итог, еще раз, очень важно осознать, зачем вам это нужно, и у вас должно быть чувство безотлагательности, что нужно срочно сейчас начинать что-то делать, и ваша команда должна вас поддержать. Так же, как в формуле-1, у вас должна быть четкая финишная линия, вы должны знать, где этот финиш, и вы должны понимать, к чему вы стремитесь, вы должны ясно описать цель, и если эта цель будет видна и понятна каждому, вам каждый поможет в ее достижении. И в завершении вы должны делать шаги один за другим. Выполняйте одну задачу, а после еще одну задачу, а после еще одну задачу. Постройте свою цифровую платформу. Не нужно пытаться все сделать за один день. Но вы со временем будете наращивать свои возможности, свои навыки, и тем самым сможете со временем предложить что-то новое рынку и вашим студентам. Спасибо. Спасибо.